Спустя год бизнес-элита, мировые политики, ученые, экономисты вновь собрались в Казахстане. В столице стартовало главное деловое событие года – Астанинский экономический форум. Первый день, как и ожидалось, оказался богат на события и высказывания участников. Помимо обсуждения ключевых тем, делегаты приступили к заключениям контрактов. Подробности в нашем сюжете. Акулы бизнеса, как известно, время зря не теряют. Поэтому неудивительно, что Конгресс-центр стал заполняться задолго до официального старта. На спех выпив чашку кофе, участники заводили знакомства и договаривались о новых встречах, но уже с перспективой на сотрудничество. Отчасти именно ради такого неформального общения многие и приехали на форум. Особо предприимчивые привлекали партнеров не только проектами, но и своим видом. Этот головной убор мне подарили в Туркестане, когда я посещал мавзолей Хаджа Ахмеда Ясави. С тех пор с гордостью ношу его. Астанинский экономический форум я посещаю с 2014 года. И с года в год хожу сюда, потому что здесь можно много чему научиться. Кроме этого, я делюсь своими мыслями и ознакомлюсь с интересными личностями. Форум удивляет обилием звездных имен. Это авторитетные политики, экономисты, ученые и лауреаты Нобелевской премии. Всего в этом году в столицу съехались более 5000 делегатов из 74 стран мира. За 11 лет работы АЭФ, как говорят участники, превратился в авторитетную площадку для обсуждения ключевых тем. Начиная от сельского хозяйства и заканчивая кибербезопасностью. На каждый вопрос здесь находят ответы. Помимо деловой программы зарубежных гостей, АЭФ привлекает новыми бизнес-возможностями. Каждый год форум дарит участникам десятки многомиллиардных контрактов. Нынешний не должен стать исключением. К примеру, швейцарские инвесторы в эти дни намерены заключить сделку по созданию в нашей стране цифровой валюты. Детали масштабного проекта пока не разглашаются. Как вы знаете, раньше в Европе пользовались разной валютой. Сейчас для всех есть евро. В Центральной Азии перенять такой опыт сложно. Учитывая тренд цифровизации экономики, мы планируем создать в Казахстане новую цифровую валюту. Это в разы упростит введение торговли между странами в этом регионе. Конечно, в этом проекте нам надо утрясти много нюансов, но это вполне осуществимая задача. Привлекает большое внимание наша страна и колоссальным потенциалом источников возобновляемой энергии. Иностранные инвесторы готовы развивать в Казахстане зеленые технологии. Но осуществить проекты удается далеко не всегда. Основной барьер для инвестирования – различие между системами, зарубежными и вашими. Это законодательство, финансовые положения и прозрачность. То есть, когда зарубежный инвестор хочет вкладывать в страну, он хочет видеть похожие системы, похожие процедуры. Чтобы чувствовать безопасность и благодаря прозрачности следить за всем процессом. Именно на АЭФ мы рассматриваем все эти проблемы и пытаемся решать сообща. Получается очень даже хорошо. В этом году АЭФ действительно особенный. Впервые за 12 лет здесь в течение двух дней проведут около полусотни сессий и мероприятий. Молодежь получит возможность увидеть воочию и даже подискутировать с экспертами мирового масштаба. Второй день форума обещает быть не менее насыщенным. Ернур Душанов, Ермек Кеншимбек, Хабар 24.